Электронный кошелек Электронный кошелек – еще одно удобное средство оплаты в интернете. С ним даже проще, чем с банковской картой. Если за карточкой нужно идти в банк, то завести электронный кошелек можно в любой момент. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте платежного сервиса. Главная защита кошелька – это платежный пароль. Он дополняет пароль от вашего аккаунта на сайте, и без него с деньгами на счете ничего нельзя сделать. Лучше всего, если платежные пароли будут у вас одноразовыми. Сервис будет выдавать такие пароли перед каждой покупкой, например, присылать смс или генерить в мобильном приложении, даже когда нет сотовой связи. И та, и другая функция есть, например, у Яндекс.Денег. Но какую бы из них вы ни выбрали, одноразовые пароли в любом случае надежнее постоянных. Это золотое правило покупок в интернете. Если в вашем платежном сервисе нет одноразовых паролей, а есть только постоянный, придумайте для него вариант посложнее. Как это сделать, мы подробнее разбирали в уроке про защиту аккаунта. Помните, что пароли от кошелька, почтового ящика и других важных сервисов должны быть разными. Многие об этом не заботятся. По данным лаборатории Касперского, 6% российских интернет-пользователей ставят один и тот же пароль на все сервисы. А еще 26% просто чередуют несколько паролей для разных сайтов. Не повторяйте этих ошибок. Иначе может получиться так, что мошенники, подобрав ваш пароль ВКонтакте, прихватят за одно и все деньги с вашего онлайн-счета. Про опасности мы поговорили. Теперь про полезные возможности электронного кошелька. Он хорош, помимо всего прочего, еще и тем, что помогает не светить в интернете данные вашей банковской карты. Если вы привяжете ее, например, к счету Яндекс.Денег, то сможете при оплате карты указывать только данные кошелька на Яндексе. Так реквизиты карточки будут скрыты от посторонних глаз. Хотя электронные кошельки становятся все популярнее, пока еще есть магазины, которые с ними не работают. Для таких случаев выпустите в дополнение к кошельку виртуальную карту. В Яндекс.Деньгах, например, это обычная мастер-карт с тем только отличием, что она не пластиковая, и потрогать ее нельзя. Зато получить ее можно всего за пару кликов, а потом платить с ее помощью теми деньгами, что лежат у вас на кошельке. Реквизиты этой мастер-карт хитро защищены. Часть хранится в личном кабинете на сайте, часть приходит владельцу в SMS. Чтобы расплатиться, надо соединить эти две половинки. А если вы сами случайно отдадите данные виртуальной карточке какому-то подозрительному сайту, то сможете тут же ее заблокировать и перевыпустить. Это бесплатно.